День наматывает круги вокруг дома в поисках свободного места. По ближайшим улицам и переулкам машин невозможно поставить. Парковка на этом участке Савинской набережной обходится в 200 рублей за час. Но если немного проехать, можно значительно сэкономить. Во втором Тружениковом переулке стоянка стоит уже 60 рублей, поэтому эти места никогда не постоят. Почти у всех резидентские разрешения на парковку здесь есть. Мест нет. Чтобы чужаков стало меньше, местные предложили поднять плату за парковку втрое. Жители считают, что если выровнять стоимость, то и изменится в некотором роде ситуация. Сотрудники ближайших офисов, которые паркуются здесь же, от этой идеи не в восторге. За 200 рублей там ставят, и здесь за 60. То же самое будет. И здесь всё будет забито, и там будет забито. Я за то, чтобы она ничего не стоила, эта парковка. У местных жителей есть свои дворы, пусть они там паркуются. Они бы и рады, но во дворе парковки на всех не хватает. Из 30 машин и мест, которые были у нас возможны во дворе, осталось всего, посмотрите, 5 машин и мест. Остальные 25 должны были быть здесь. Но где они? Приезжаешь домой, и ты не можешь выйти и заняться своими делами. Ты вынужден искать место. Жители Хамовников и не думали, что их письмо в департамент транспорта вызовет такую реакцию. Инициативы действительно довольно странные, потому что нам с одной стороны говорят, что платные парковки во многом водятся именно по инициативе жителей. А теперь мы ещё узнаём, что оказывается они ещё не только за эти платные парковки, но ещё и целиком и полностью за увеличение стоимости парковки. В соцсетях нас выставляют эдакими монстрами. Жители нашего дома хотят выставить такими странными людьми, которые радуют за то, чтобы повысилась стоимость парковки в нашем районе. Но это был один из вариантов. Для многих жителей центра поиск свободного парковочного места у дома действительно превращается в эдакий квест. К нам регулярно приходят подобные обращения из других центральных районов Москвы. Жители просят повысить тарифы и организовать места только для резидентов. Что касается повышения цены на парковку, то к этому вопросу необходимо подходить комплексно, чтобы изменение тарифа на одной улице не привело к притоку автомобилей на другие. Другой вариант – закрепить за жильцами парковочные места. Но как это сделать технически, пока никто не знает.